Совсем недавно я узнал одну страшную историю о странном пользователе на фейсбук. О, господи, банда, посмотрите, я мне что-то написал. Я очень надеюсь, что ничего плохого не произойдёт, господи, в этом видео не банда. Чё, творим, бро, меня зовут Царь Геонис. И просто сразу же, просто сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь первое время Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, противописи нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть самой сильной банди на ютубе. И Суприм-банда, вы не поверите, но сегодня будет реальная жесть. Потому что совсем недавно я узнал одну страшную историю о странном пользователе на фейсбук. Как рассказывается в той истории, этот пользователь добавляется, как всем в 3 часа ночи. После того, как вы его добавили, он вам напишет и будет считать своим другом. А если же вы будете отрицать то, что он ваш друг, он может разозлиться и перейти в наш реальный мир. После чего будет просто вас преследовать. Где бы вы не были, он будет постоянно с вами. И эта история заканчивается тем, что мы получим нежеланного друга, который будет всю жизнь постоянно с нами. Я не знаю, ли это правда, но я создал страницу на фейсбук, где сегодня в 3 часа ночи я проверю эту легенду. И я очень надеюсь, что все придет нормально. Тем временем, бром еще в 3 часа ночи, чтобы этот пользователь добавился к нам, друзья. А также, продувай, на это видео наберем 10 лайков. И тогда, панда, я попробую призвать сиренеголового. И мы проверим, как же он выглядит в реальной жизни. А также, проподписывайся на мой инстаграм. Ведь в своем инстаграме, банда, я общаюсь со всеми вами. Вам всего лишь нужно подписаться, написать мне в директ и все. И я уже совсем скоро вам отвечу. Так что, они все ссылки в описании, ставь лайк. А теперь у меня мешок в 3 часа ночи, погнали. Окей, Супримбанда, надеюсь, вы готовы. Потому что на часах уже в 3 часа ночи. За самое мистическое время. Ведь именно в это время и присутствует вся мистика в мире. Тем не менее, про сегодня в 3 часа ночи я проверяю легенду о странной странице на фейсбук. Я очень надеюсь, что все это правда и мы сегодня это проверим. Тем не менее, про важную информацию. Я создал страницу на имя Настя, чтобы не задавать на свое. Просто вдруг этот призрак узнает, что я блогер. И он просто не захочет мне написать. Именно поэтому я решил использовать фейк. Также банда этого пользователя зовут Брайан Пи Веспи. Это очень мистический индиай. И как мы слышим, банда, оно случится на английском. То есть, по идее, этот призрак должен писать мне тоже на английском. Если же будет писать на русском, то уже здесь что-то будет не так. Тем не менее, правда, давайте уже зайдем на фейсбук. Окей, банда, что живет в фейсбук, заходим на него. Я очень волнуюсь, черты, посмотрите. У меня ужасная заявка в труси, кто это? Черт, глядь, это же Брайан Пи Веспи, вы это видите, банда? Это реально он, черт. У нас также с ним три общих друга. Потому что в нем я добавил всех подряд труси, чтобы не подумал, что это какая-то фейковая страница. А то я уже настоящий живой пользователь. Тем не менее, правда, давайте пойдем к нему на страницу. Окей, банда, у него целых четыре с половиной тысячи трусей, вы это видите? Это такая жесть. И целых три общих друга. Возможно, банда, что он как раз нашел мою страницу по этим трех общих друзьях. Давайте же посмотрим информацию о странице. Окей, Суприм, банда, здесь у нас ничего примечательного. Пол мужской, дата рождения 6 сентября 1949 года. То есть, получается, ему уже где-то больше 70 лет. Окей, больше здесь ничего нету. Давайте же теперь добавим его к друзьям. Ответим ему на заявку. И я добавляю его в друзья банда. Окей, Брайан Веспи теперь в моих друзьях. И теперь мы ждем, что же он мне напишет. Потому что по той истории он должен мне написать личное сообщение. Окей, банда, давайте перейдем к переписке. Господи, это просто жесть. Я реально добавил этого Брайана Веспи в друзья. И что, если я ему откажу быть моим другом? Он просто захочет меня убить. О, господи, банда, посмотрите, на что ты написал. Я рад быть твоим другом, банда. Это реально, он написал в это. Видите, реально сообщение от него. Окей, банда, похоже, это реальный Брайан. Что, Суприм, банда, думаю, нужно ему отписать на его сообщение. Потому что иначе он может разозлиться. Я рад быть твоим другом, но кто ты? Господи, я очень волнуюсь, Суприм, банда. Он меня прям немного даже потрушивает, ждем, что мне ответить на это. Господи, пожалуйста, пусть все будет хорошо. Я очень волнуюсь, Суприм, банда. Это такая жесть. И подумать не мог, что ко мне в 3 часа ночи почти сразу же добавится Брайан Веспи. И посмотрите, он что-то отпечатает мне. Господи, черт, интересно, что мне отпишет. Мы друзья. Что это значит банда? Я только добавил его в друзья, он уже мне говорит, что мы друзья. Нет, мы не друзья. Кто ты? А, господи, Суприм, банда, я реально это отправил. Я волнуюсь. Если он снова ответит, что мы друзья, это уже будет очень подозрительно. Он сразу же пришел мое сообщение, то есть он уже прямо сейчас сидит в переписке. Окей, так же давайте ему напишем, я тебя не знаю. Отправлю целых два сообщения. Господи, я очень волнуюсь, банда, и посмотрите, он уже снова что-то печатает. Что же мне ответить на эти сообщения? Мы друзья. А, господи, я думал, он уже разлится на меня, тем не менее, он снова это пишет. Господи, банда, это уже очень подозрительно. Два подряд знаковых сообщения. Давайте ему напишем, с куда он? Мы, кстати, не знаем, с куда он. Тем более, что имя полностью английская, какая-то западная. А он пишет на русском языке. Возможно, банда, что это вообще какой-то пот, а не реальный призрак. Тем не менее, ждем, что он нам ответит на это. Господи, если на меня что-то печатает банда, это такая жесть. Мои друзья, он снова мне ответил тем же самым сообщением. Как это вообще понимать? Почему он не отвечает на мои сообщения? Кто и что-либо ему не написал, он будет всегда говорить, что мы друзья. Окей, с премида, давайте у него снова спросим, сколько ему лет. Возможно, на странице он указал ненастоящий возраст. Возможно, ему намного больше, чем 70 лет. Окей, что же, что он ответит дальше? Господи, я очень волнуюсь. Мои друзья, он снова отправил это сообщение. Четыре раза подряд он это отписал. Окей, Супримбанда, мне уже это надоело. Я сейчас попробую взять его на понт. Я напишу ему, что я удалю его с друзей, если он не будет написать нормальное сообщение. Посмотрим, что мне на это ответит. Я удаляю тебя из друзей. Господи, Супримбанда, я очень волнуюсь. Что мне на это ответит? А что, если он уже разозлится и придет ко мне в мир? И захочет меня просто убить? Господи, ждем, что будет дальше Супримбанда. Это такая жесть. Уже давай, пиши, почему ничего не пишет банда. Неужели... Мы можем поговорить? Что? О чем этого банда? Он что, хочет мне позвони по видеозвонку или позвони просто так? Окей, Супримбанда, давайте мы ответим. Да, мы можем поговорить. Я очень волнуюсь, банда. Что если сейчас мы увидим его настоящее лицо? Настоящее лицо этого духа? Господи, Супримбанда, что происходит? Почему он уже целую минуту мне не отвечает? Неужели он решил просто меня игнорить? Даже нету никакого видео звонка, даже обычного звонка нету. Тем не менее, бро... О, господи, посмотрите, он упрал какой-то аудиофайл. Окей, банда, давайте его послушаем. Господи, Супримбанда, я очень волнуюсь. Что это? Почему там какой-то шепот? Я ничего не могу разобрать, банда. Что вообще происходит? Вы это слышите? Я ничего не могу понять, что там вообще говорится. О, господи, банда, вы это слышите? В конце он сказал своим голосом, шепотом, мы, друзья. Это просто жесть, черт. Окей, Супримбанда, давайте ему ответим, мы, друзья. Я реально уже очень испугался. Господи, будь, чтобы я не хочу больше с ним общаться. Это просто такая жесть. Он реально какой-то ненормальный. Это, похоже, реальный призрак, банда, черт. О, господи, посмотрите, он брал три грустных смайлика. Неужели он уже на меня разозлился, банда? О, господи, он теперь может просто-запросто меня убить. Это такая жесть, я, боже, не хочу с ним разговаривать. Я отправил еще один свалик в этом, видите, банда? Господи, я уже не могу от этого, это просто жесть. Я не знаю, что будет дальше, но меня уже это очень напугало. Я, боже, не хочу с ним быть, я, боже, не хочу с ним общаться. Я очень напуган, Супримбанда. Господи, Супримбанда, не знаю, что будет дальше, но уже почти скоро 4 утра. То есть, по идее, вся эта мистика должна уже очень скоро закончиться. Я очень надеюсь, что это произойдет. О, господи, банда, посмотрите, у него обновилась фотография страницы, вы это видите? О, черт, давайте посмотрим из близкого, посмотрите. Там какие-то красные глаза, красный рот. Что это вообще? Давайте зайдем через Фейсбук посмотрим. О, господи, Супримбанда, у него реально обновилась фотография. Просто посмотрите на это. Вы это видите, Супримбанда? У него реально какие-то красные глаза, красный рот. А сама его кожа полностью черная. Это очень похоже на какого-то призрака. Это совсем не похоже на нормального человека. Это такая жесть, Супримбанда, я больше не хочу с ним общаться. Я просто выхожу с этого Фейсбука. Окей, Супримбанда, я не знаю, что это было. Но во время нашего диалога он просто сменил фотографию. Поначалу фотография была полностью чёрная. А когда я ему отказал, то на фотографии уже появилось его лицо. И мне кажется, Банда, что то лицо, которое сейчас на фотографии, это его настоящее лицо. Именно так и выглядит этот призрак Брайан. Я очень допуган, Суприм Банда, потому что, по идее, после этого, после того, как ему отказал, после того, как я ему сказал, что он больше не мой друг, он будет со мной ходить всю мою оставшуюся жизнь. Это теперь мой друг на всю жизнь, Банда, это просто жесть. Пока что ничего плохого не происходит, но что будет дальше, мне уже страшно. Суприм Банда, я вас очень прошу, не пишите этому призраку, потому что он может начать охотиться и на вас. Он очень опасный, как я читал. Окей, уже скоро будет 4 утра. Господи, Банда, уже очень скоро 4 утра. Я очень надеюсь, что ничего плохого не произойдёт. Господи, вы это видели, Банда? А, Господи, Банда, там были какие-то помехи, вы это видели? Оно просто выскочило по мере экрана, это такая жесть. Господи, вы видите это? Это похоже на лицо какого-то человека, вы это видите? Это похоже на лицо мужчины, Суприм Банда. Что он делает на все в телефоне? Неужели это этот Брайан? О, господи, вы это видели? Чёрт! Там был какой-то скример и всё, больше ничего нету! Господи, банда, я что-то там слышал! Там что-то упало! Это такая жесть! Чёрт, вы вообще видели, что было с моим телефоном? Там были какие-то помехи и было чьё-то лицо какого-то мужчины! А что, если это и был тот мужик? Господи, Супримбанда не просто не верится! Что-то... О, господи, вы это видите? Чёрт! Это жесть! Господи, банда, это такая жесть! Чёрт! Вы это видели? Там сами открылись двери, это просто жесть! Окей, банда, уже 3.59, то есть скоро уже должно быть 4 утра! То есть 4 утра, вся эта мистика уже перестанет пить! Господи, я очень надеюсь, что всё будет хорошо! Пожалуйста, быстрее время, кончайся уже! Я очень надеюсь, что этот призрак уже очень скоро уйдёт! Господи, ну уже давай, почему так долго? Эй! Где я? Кто-нибудь! О, господи, что происходит? Неужели я с моим телефоном? Эй! О, господи, это просто жесть! Чёрт, суперпанда, если вы меня слышите! Давайте на этом видео наберём 20 тысяч лайков, чтобы я смог выбраться! Это просто жесть, и каким-то образом оказался в этом мире! Эй! Кто здесь? О, господи, что происходит? Чёрт, пожалуйста, не трогайте меня! Эй! Ай! Ай, нет! Ай! 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 Чёрт! Ай! Редактор субтитров А.Семкин